Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и сегодня мы будем играть в The Sims 4. Очень давно я в нём не снимала видео, было одно когда-то в очень далёких временах, но ничего как-то не пошло у меня дело, поэтому сегодня я начинаю пытаться записывать новую серию видео в The Sims 4. Как вы видите, я сейчас не на пиратке, а на официальной игре, и будем использовать все возможности, которые мне доступны официальным дополнениями, игровыми наборами и одним каталогом. Я себе установила очень, кстати, милый, по моему мнению, фом на создание персонажа, и нет, мы не будем использовать эту ненавистную мне функцию создания в виде теста, не люблю её, поэтому я каждый раз нажимаю «нет, спасибо» и мы её обходим. Создавать мы будем девушку, используя модификации, которые я накачала, их не так много, но всё-таки мне они очень нравятся. Будем создавать такую простую девушку, она у нас, кстати, будет писательницей и семьянином, поэтому давайте поколдуем над ней. Так, красотуля, мы выбираем тебя по стадии «семья», и нужно будет выбрать, так, делать себя семьянином или семьянином вампиром. Вампиры — это примитивно, обычные семьи примитивно, но в этот раз я хочу создать обычного человека, не вампира и не мага, точнее, чародея, просто обычный сим-человек. Девушка получила у нас черты характера, любит детей, точнее, семьянинка, любит собак и творческий человек. Как я сказала, я хочу из неё сделать писательницу и посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас подумаю, как создать ей очень нежный обувь. Плюс мне на самом деле нравится, какое выпало нам создание изначального человека, но сейчас немножечко поколдуем, и я думаю, получится очень нежная, милая девушка. На самом деле я очень долго не могла понять, как именно должна выглядеть моя писательница, плюс ещё попадались вечно какие-то багнутые моды, которые они хотели показываться. Это была прическа, одежда, обувь. Но, тем не менее, я сразу поняла, что она должна носить вот эти мои круглые, я не знаю, так сказать, но не хипстерские, а может быть и хипстерские, неважно. В общем, круглые очечи, и у неё должны быть зелёные глаза. Это я поняла сразу. Вот, я не хотела, чтобы на ней было много макияжа, как видите, я сделала ей только губы и сделала ей подводку. И, кстати, только под конец, когда я её создала, когда я её одела, я заметила, что на плече, на левом плече у неё татуировка в виде сердечка. Я сразу этого не заметила, а когда заметила, я решила, что, а, ладно, пусть остаётся, это будет её особенность, и что она успела набить татуировку без моего ведома. И это очень смешно на самом деле было. В общем, такой автоскоренный процесс, я надеюсь, в таком виде он вам понравится, потому что, ну, она вышла не какой-то яркой личностью, а такой достаточно простой девушкой, которая любит носить такие простые нежные вещи, ещё в таких пастельных тонах. Тут у некоторых вообще ничего не видно, ничего не появлялось. То есть такая, на самом деле, очень даже простая девушка, и я надеюсь, что жизнь её будет весёлой, и уже с первых дней всё будет очень весело в её доме, который, кстати, мы будем выбирать. Ну, я думаю, мы возьмём какой-нибудь простенький домик. И, да, мне было очень сложно выбрать, как её одевать, потому что обычно у меня вот все вот эти кофты, которые вы сейчас видите, это на каждую разный облик. То есть у меня спортивка, точнее, худи или толстовка на ежедневную, на мероприятие, спортивное, на вечеринку, у меня всё это примерно толстовки или худи просто очень разных видов. Ну, чуть-чуть её, кстати, жопец мы сделали побольше, потому что, ну, ну, совсем как-то она была плосенькой, ножки немножко подровняли. И вот такая вот стройняшечка у нас вышла, которая, кстати, я думаю, занималась бы йогой, только, к сожалению, у меня нету пока что комплекта, в который входит коврик для йоги, поэтому будем просто ходить в фитнес-центр. Вот такое-то ещё милое платьице я выбрала. Я вначале думала, что это обычная косичка на бок, но потом я заметила, что это две косички, одна из которых перекинута на другое плечо. Так что вот таким вот быстрым созданием персонажей я на самом деле очень-очень не люблю долго создавать персонажей, и в этот раз я уложилась, ну, минут, наверное, в 15. Это был для меня вообще отдельный рекорд, хотя я иногда и быстрее создаю, но тут что-то как-то у меня 15-10 минут вышло, я не замечала. В общем, готова наша красотка, такая нежная девушка. Назвала я её Эмилия Ласфер. Да, вот такая вот моя фамилия будет, она иностранка, приехала в город. Так, давайте же сохраним тебя и будем думать. Хотя нет, я знаю, куда её, в какой город я её буду отправлять жить. Я никогда не играла в пустынном городе, создала там, я зашла за готовых персонажей только там, где в семье был инопланетянин, и это было во второй части Симса. Я думаю, мы возьмём какой-нибудь простой домик, вот один из этих, что подешевле, такой, такой, но нет. Вот самый дешёвый домик, здесь мы с тобой, нет, всё-таки вот этот, здесь мы с тобой и будем жить, подружка моя. Так что отправляемся, разумеется, вместе с мебелью, потому что тратить сейчас мы ни на что не будем, на серьёзное. Вот мы и на месте. Кстати, домик очень, очень оказался симпатичный на самом деле. Тут есть и двуспальная кровать, и диван, и крутой маленький телевизор. Единственное, жалко, что всё такое бежево-серое. И из-за того, что окна маленькие, света проникает мало, но сейчас мы не будем сильно транжириться. Я добавлю лишь растений, потому что я не могу оставить своих симов без единого цветочка в комнате. Ну и значит, я тут поставлю по цветочку в каждую комнату, и надо будет поставить ей стол с компьютером, потому что она же писатель. Книжная полочка у нас тут есть, поэтому обойдёмся именно этим. Первым делом надо устроиться на работу, потому что никаких чит-кодов, никаких плюшечек, всё сами, всё сами. Поэтому мы должны устроиться на работу писательницей. У нас всё для этого есть. У нас для этого есть очки, компьютер и книжная полочка. Так, где-то здесь становимся быстренько-быстренько писательницей. Так, и давай сразу тебя устроим на работу. Всё, теперь ты у нас официально небезработная. Так, так что сейчас мы будем готовить закуски, потому что я знаю, что скоро к нам придут соседи с вкусняшкой в 74. Я не помню, было ли это в 3-й, но к нам они придут с вкусняшкой. Поэтому я хочу приготовить им какое-нибудь блюдо заранее, чтобы когда они пришли, смогли тоже чем-нибудь у меня полакнется. Я, кстати, цветок забыла переставить. У меня тут передвиж маленький был, и я его забыла поставить вот сюда. Погоди, что ты... Боже, что ты делаешь, и ты этим собираешься кормить гостей? Пожалуйста, я тебя умоляю, только не преврати это блюдо в уголь. Иначе, я не знаю, мы же с тобой парней хотим найти, а тут сейчас придут какие-нибудь красавчики, а ты их отравишь. Ну, молодец. Ну что ж, с горы пополам мы приготовили таки это блюдо. Оно вроде даже не испорченное, всё нормально. Пока ждём гостей, будем читать книжку, потому что уже завтра нам нужно на работу. И да, с потребностями как раз всё пока хорошо, досуг даже повышается. Вот, завтра надо на работу, и я хочу, чтобы вот она каждый свой выходной читала книги, таким образом быстрое повышение обеспечила. А как раз к этому моменту нам уже пришли наши первые гости, такие вот Маргарита, бабуля. Так, 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 а ты-то кто такой? Что за мужчина? Что за мужчина? А ну-ка, стой, стой, стой! Ну-ка, покажись, покажись мне. Ты красивый? Как ты вообще выглядишь? Надо приветствовать тебя дружески. Хватит читать, иди здоровайся. Так, кто ты? Покажись, покажись. Но не. Не-не-не-не, я не хочу, нет, с таким я не хочу не буду. Девочка моя, ты достойна лучшего. Да уйди ты от этой книжной полки, познакомься с ней наконец-таки. И да, ребят, если что, у меня случилась лажа в начале с записью, точнее с микрофоном. И поэтому мне пришлось все озвучивать потом. Но сейчас вы услышите истинные мои эмоции по поводу того, что здесь происходило чуть позже. Так, хватит болтать, я тебя квери приглашаю. Гости, алло, пожалуйста. Так, ах ты, кто такой, почему, не знаю. Почему ты не приглашаешь никого в IT? Что происходит? Я когда-нибудь приглашу вас войти, или нет, что происходит? Пригласите, давай. Ну, аааа. Я не хочу сплетничать, я хочу просто пригласить вас войти. Нам пора еще раз добро пожаловать. Алло, пригласить за стол. Давайте вы все пойдете за стол, и никто никуда не уйдет. Женщина, это мой компьютер, ты пришла в гость. Она еще и на мусор на у меня во дворе. Опа, на былый год. А че так много соседей пришло? Занеси мне мой пирог, женщина, пожалуйста. Позже они отглючили и зашли все в дом. Удивительно, что все молчат, болтаем, только мы с ним вдвоем. Никто не лезет в нашу жизнь. Почему этого не было минут пять назад? Скажите мне, пожалуйста. Женщина, поставь ты тарелочку уже на место. Что такое? Что? Что? Что случилось? Скучная дискуссия. В общем, после такого веселья началось обычное обсуждение. Я пыталась узнать получше вот этого человека. Как его зовут, уже не помню. Пыталась все как-то с ним поболтать. Но в итоге трусовочка вышла совсем скучная. После чего мне пришлось убирать за всеми гостями. Мыть посуду. Убирать тарелки. Последними остались как раз мой друг в зеленом жилете. Белла Гот. Предпоследним ушла как раз Рыжеволосая. Но потом случилось это. В общем, случилась какая-то ерунда. И эта женщина пришла к нам снова. Она же только что уходила насовсем. Она вот вообще уходила, женщина. Да зачем вернулась? Нет, эта женщина посидела, поговорила. И она... Она... Вот посмотрите, что она делает. Это у меня такие соседи. Я не успела за тобой первую порцию убрать. А ты у меня тут еще раз прыгаешь в мусор. Фу. Ты опять вернулась. Зачем? Уходи. Уходи отсюда. Бабусь-то нормально вообще, а? Женщина, я попрошу вас уйти отсюда. Покиньте, пожалуйста, помещение. Давай, Эмин. Давай, не бойся. Бабусь какая-то. Давай, скажи, что... Все, до свидания. Вы обнаглеет. А, все. Ура. Отлично. Теперь можно заняться чтением книжки. Вот так вот весело закончился. Подходил к концу первый день, наш день в городе. Это было весело и бесячее, потому что я ненавижу, когда зависают симы, действия. И, ну, действительно, иногда без читов их отлагать не получается, потому что приходится ждать очень-очень долго. И главное, мотать быстро нельзя, иначе все это никогда не кончится. Эмилия почитала книжку, покушала, насколько я помню. Ну, в принципе, нет. Нет, мы сразу пошли спать, потому что было время уже почти 10 часов вечера, и она очень сильно хотела спать. Поэтому Эмилия пошла спать. Ну, а пока наша Эмилия спит, я надеюсь, ничего не произойдет. Единственное, что у нас уже ночь как-то быстренько проскочила, я даже глянуться не успела. Она хочет кушать, так что давай пойдем-ка с тобой покушаем. А, мы пирог забыли убрать. Качество нормально. А, давай мы как раз покушаем. Сколько там... А почему не пишет? Почему не пишешь, сколько осталось? В общем, ночь как-то быстро прошла. А, у тебя тут посуда грязная. Так, давай, Катя, я быстренько помогу. Вот, и испаряйся, давай. Я думала, ночью будет что-нибудь веселенькое, к нам придет Штраус, этот вампир, но я не... Что? Что? А-а-а! А что тебе не понравилось? Фруктовая гадость? Изысканный фруктовый торт тебе не понравился? Подходит вегетарианца. Да ладно, фруктовые тортики не только вегетарианцу кушают, что тебе не понравилось? Ну, давай что-нибудь другое покушаем. Готовить. Что ты можешь готовить у нас? На-на-на-на-на-на-на-на. А давай жареный сыр по стандарточке, а на одну персон. Вот мне все-таки интересно, я тебе задумала, как писательницу, милую и скромную девушку, когда татуировку набить успел? Я не понимаю, вот честное слово. У нас опять тут куча мусора, предыдущую я вроде убирала, кстати. Нет, ну, давай, я тебе помогу еще раз, такая рука помощи с небес. Давай ещё раз примем душ. Вообще странно, почему тебе не нравятся фруктовые десертики? Фруктой пирог. Это же обычная вещь. Должна приступить к работе через час. Так, вот как раз мы всё успели. Досок ты на работе, я думаю, поголтаешь с кем-нибудь. Работу мы с тобой сделали ещё вчера. Как только у тебя зарплата будет побольше... Так, это... До 200, я надеюсь, 7 миллионов в час мы тебе переделаем домик. Так, а пока что ждём. О, наконец-то у тебя эффект спал. Какое счастье, сразу повеселила. Хорошела. Итак, наша симочка сейчас как раз отправляется на работу. Стой, куда? Какой компьютер? Всё, на работу. Кстати, благодаря тому, что мы заставили читать в первый день, у неё продуктивность хорошая на работе. Прямо растёт с каждым часом. Что у тебя? Досок. Но ты придёшь с работы, у тебя всё равно задание будет читать книги, а книжки повышают тебе досок. Так что ничего страшного. Не выполняй действия общения 24 часа подряд. Достижение интроверт. Я даже не знаю. Наверное, плохо. Справляются и приносят домой 200 миллионов. Ммм. Какое счастье. Так. Читать книги. Давай ты пойдёшь у меня почитаешь какие-нибудь книжечки. Устала. Устала с работы. А, ты их кушать ещё хочешь? Давай мы чуть-чуть вот книжку почитаем. Так. Макароны с сиром. Давай. Блюдо на вечер. Да, завтра у нас выходят. Ну, так что мы ещё завтра успеем почитать. Но я думаю, сегодня чуть попозже. Ну, опять ты перец в макароны роняешь. Ну, боже мой. Криво. Так. Жена из тебя никакая. И пока прокачаешь кулинарию, не будешь плескаться. Вот тогда и поговорим. Так. В общем, я поставила есть, что она в конце всех этих действий пойдёт писать книгу. Я не помню, повышает ли это досуг. Но я надеюсь, что да. А там уже, видишь, и спатеньки скоро пойдём. Ой, нет. Не повышает ей писательство никакого досуга. Так что сейчас надо пойти посмотреть, наверное, телек, что ли, и пойти спать. О, зато приятно. Только сели, а уже получили первый навык писательства. Так, а что у нас? Обаяние, кулинария, писательство. Ну, маловато. Будем расширять спектр твоих возможностей, способностей. О, ты смотришь на фигурное катание. Какая прелесть. В общем, опять мы досидели до полуночи, скажем так. И идём спать. И надеюсь, что сегодня ночь тоже у нас прилетит быстро. Хотя, без происшествий, если честно, как-то скучненько. Я думаю, там Штраус припрётся или кто-нибудь ещё. О! Дра, токи. А где ты? Какая же у вас аппетитная шея. Штраус, ты где? Ага. Так. Вот Штраус. Так, стоп. А ты кто такая? Эть. Я даже паузу нажму. Я сказала, я даже паузу нажму. Ага. Какие тут личности начали появляться у нас. Так, ты вроде вампир же, да? По-моему, да. Ох, какая красотка. Мне нравится. Прикольная дверка. Так, я надеюсь, вы не все ко мне в гости. У меня шея только на одну. Я говорила, что я не буду создавать вампира. Я и не буду создавать вампира, но со Штраусом подружиться я хочу. Говорить о снах? Давай я тебе так и быть, расхвалю твою жизнь вампира. Где? Дружелюбно? Расторгаться вампирами. Во. В общем, доболтали мы до 4 утра. Дальше она просто почему-то у меня еще действия с ним были. Она просто все прервала и пошла чесать книжки. Нет, ну зачем? Просить уйти. Давай просто попросишь его уйти. Нормально. Он вначале все распихал, все уронил. Потом уже и бак поднял. Ах, ты хитрый какой. Стой. Стоять. Штраус. А. Алло. Господи. Все, давай попроси уйти и телепортируйся как тебе угодно. Все, до свидания. Свалилась. Чего мне все мусорят? Не понимаю. Что за бак? Что за аура у этого бака? Так. Ага. Давай-ка мы тогда вначале сходим в туалет. Потом ты пойдешь покушаешь у меня. Что ты будешь кушать? Садовый салатик. Одну порцию. Да, вот я думаю, сейчас пора просыпаться нам с тобой. И давай поедем. Я забываю, что здесь можно просто все сделать через телефон. Сожжем лишнее. Да, давай сюда и отправимся, пожалуй. О, какой мужчина-то. Здравствуйте. А персонажа, кстати, все больше и больше становится. Так, стоп. Где мужчина? Ты чего ушла от мужчины? Опа-ча. Мужчина. Джей Хантингтон третий. Да, да, да. Давай, общайся. Что, чтобы поднять настроение. Узнать, как прошло уделение. Узнать, а, наверное, лучше. Женщина. Уйди. Там голые мужики. Уйди. Иди лучше к девушке. Это же Белла. Это опять Белла. Это Белла? Белла, ты меня везде преследуешь, я чё-то не понимаю. Как не наткнусь всюду Белла Готт? Прям не могу. Знаешь что, в очках ты выглядел лучше. А у них уже сердечки. Не имеет партнера. Какое счастье. Так, не, всё, давай, вали домой. Тебе надо домой, иначе всё будет очень-очень плохо. Болгатая белком пища. Ну, давай попробуем. Я даже не знаю, что это. О, это буки-бродики с картошкой фри. Честно, зависть. Но среди всего этого многообразия, вот пока вот этот вот молодой человек, который, кстати, тоже писатель. Оба-на. Коллеги ещё и оказывается. Боже, что и мы. Короче, наверное, я буду строить отношения с вот этим красавчиком. Вот так вот всего лишь два дня у нас прошли. Определились мы уже, значит, с профессией. И уже идём в гору потихонечку, мелкими шажочками, по ступенечками. С каждым днём у нас всё лучше-лучшая продуктивность будет. Также мы будем общаться с Гейвином. И я думаю, что на этом у нас всё будет хорошо. Так что увидимся в продолжении серии Династии с этой милой девушкой. До встречи в всем в следующем видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!